Дымка, Голубка, Соколик, Сибиряк. Рабочих лошадок, что возили пассажиров по трамвайным рельсам более ста лет назад, здесь помнят по именам. Даже сейчас, когда их давным-давно сменили металлические трамваи, в которых лошадиных сил гораздо больше. Музей ТТУ хранит сотни занимательных фактов из истории трамвайного движения в Самаре и столько же их вещественных подтверждений. Это вот 14-й год. Арифметические задачи. Дамы, которые шли к нам работать водителем-кондукторами, мужчин, они должны вот этот объем знать. Задача номер 603. Аршин черного сукна стоит 4 рубля. Аршин синего 5 рублей куплено. 18 аршин сукна за 80 рублей. Сколько куплено черного, сколько синего сукна. За сто лет несколько раз менялись модели трамваев и троллейбусов. Изобретались устройства, способные упростить жизнь работника трамвайного парка. Сеялка денег, изобретение местного кулибина, чтобы долго не пересчитывать мелочь от продажи билетов. В цилиндр засыпали деньги, потом прокручивали и монеты разного достоинства проваливались в отверстие соответствующего диаметра. Однокопеечный в свой мешочек, трехкопеечный в свой. Взвешивали и высчитывали сумму. Людям гораздо интереснее бывает, чем документы или фотографии, и интереснее потрогать руками. Особенно детей много экскурсий. Они безумно рады, когда им даешь тот же компостер пощупать или он арифмометр они покрутят. Музей ТТУ пользуется популярностью среди горожан. К столетию трамваев в Самаре музей расширил свои площади и поменял структуру. Первые посетители преобразившегося музея – сотрудники ТТУ. За эти годы, говорят, поменялось многое, начиная с приема на работу. Вместо задач правила дорожного движения, знания устройства трамвая, прежде всего знания правил дорожного движения. Задачки переформатировались. Только люди на предприятии остались те же – профессионалы и преданные своему делу энтузиасты. Марина Матвеевична, Максим Гусев, События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова